В Павлодарской области растет количество преступлений интернет-мошенничества. Полицейские назвали пять наиболее распространенных способов такого вида преступления. Какие, узнаем в материале нашего корреспондента. Среди наиболее распространенных способов интернет-мошенничества – это смс-рассылка о выигрышах ценного приза за участие в розыгрыше. Еще один способ – это получение предоплаты по объявлениям, размещенным на торговых площадках в социальных сетях. Естественно, наши граждане, заходя в сайт, ищут те или иные товары, предлагаются услуги по приобретению, по заниженным ценам. И наши граждане начинают более подробно рассматривать данные предложения. Спрос порождает, как говорится, предложение. Граждане, желая сэкономить, делают предоплату по заниженным ценам. Там, естественно, сомнительные счета, либо электронные платежные системы, не убедившись в наличии товара и анкетных данных продавца. Зачастую уже продавец и хозяин счетов разные лица. В итоге ни товара, ни денег граждане, соответственно, не получают. В этом случае полицейские напоминают гражданам, что необходимо пользоваться только известными и проверенными сайтами интернет-магазинов, обращать внимание на отзывы и не отправлять оплату за товар, не убедившись в его наличии и в добропорядочности продавца. Все более популярнее среди интернет-мошенничества становится оформление онлайн-кредитов путем незаконного получения анкетных данных человека. Такие факты, они не заканчиваются. И способы совершения именно по заполучению этих документов, они очень разные. Поэтому нашим гражданам стоит насторожиться, когда именно под любыми предлогами собираться заполучить их номерами карт и удостоверения личности. Сразу настораживаться надо и предотвращать такие вещи. Не менее распространенным способом стал перевод денежных средств с банковских карт с использованием услуг «Мобильный банкинг», когда мошенники звонят от лица сотрудников банка или службы безопасности. Сообщают о том, что была попытка взлома вашего счета и так далее. Просим вас перевести на резервный счет, чтобы мы могли, допустим, разобраться пока с вашим счетом, со взломом вашим разобраться. Павлодарские полицейские убедительно просят граждан быть бдительными. Всего в 2020 году в регионе зафиксировано свыше полутора тысячи преступлений интернет-мошенничества, когда в 2019 году их было меньше, чуть больше тысячи фактов. Вероника Вишневская, Ертасахпарат.